Планируется землетрясение где-то летом 5-6 баллов. Вот такое будет якобы, кто такой прогноз сделает. Но я говорю, еще ни один прогноз нигде не подтвердился. Нет еще человека, который мог прогнозировать землетрясение. Но землетрясение происходит, независимо от этого. В Алматы, допустим, каждый день землетрясение может быть. Малые, слабые. У нас в здании там всегда видно потрещины. Ее заделают и через некоторое время опять трещина снова появляется. Потому что землетрясение постоянно происходит. А вот катастрофические через каждые где-то 100 лет. Время пришло для этого. Сейчас и климат. Все происходит, что на земном шаре. Все это говорит о том, что будут училиваться землетрясения. И будут катастрофические землетрясения. Алматы до 11 баллов. Было 100 лет назад, город был разрушен. Тогда еще одноэтажные дома стояли, деревянные. А сейчас посмотрите, какие высоты. Это будет братская могила. Надо ждать. Это узнают только все высшие. Он просто нас бережет. Но такое вполне может быть. Я тогда сказал, что вот здесь как раз Старков есть. Значит, он изобрел и построил дома. У себя такой бункер получается. Это как шкаф, сделанный из труб. То есть, если будет даже плита на него упадет с любой высоты, он будет, кстати, цел. То есть, стоит сигнализатор от землетрясения. Он быстро заскакивает в течение нескольких секунд. Он успеть должен забежать и встать там. А там должна быть вода, продукция, продукты, питание. Где-то дней на пять. Потому что раньше спасение не приходит. А если взять Алмату, вы же видели, когда вот свет выключился. Весь город замер. И проехать не надо. А там будут вообще и пожары, и все остальное. Поэтому я просто рекомендую каждому жителю Алматы все-таки для спасения своих, близких и самих себя, жизни, это главное. Построить себе такие, значит, убежища для спасения, понимаете. Это собственное частное убежище. Люди ездят на Канары, куда хочешь ездят, тратят деньги. Но эти деньги можно с пользой потратить, сделать себе такой, ну, как сказать, бункер. Значит, это трубная конструкция. То есть стоимость материалов и стоимость работы. Хоть это они сами пусть сделают. Хотят, закажут. Это не важно. Но людям надо сохранить собственную жизнь. Ради этого надо сделать его. Я себе лично буду делать, потому что это необходимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...